В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Витненскому перинатальному центру 35 лет. Нужно отдать должное нашим неонатологам реанимационной службе, которые действительно творят чудеса. В муниципалитете прошло ежегодное благотворительное семейное ралли «Батя-2022». Это такое прекрасное, расслабленное и при этом очень занимательное и, я бы даже сказал, азартное времяпрепровождение. Стартовал новый сезон соревнований по мотокроссу и гонкам на выживание. Трасса считается одной из самых лучших в Московской области. Все стремятся здесь погонять. Здесь рождается счастье. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Именно так в народе говорят о Видновском перинатальном центре, который неоднократно признавался одним из лучших не только в Московской области, но и всей России. Недавно ему исполнилось 35 лет. Здесь ежегодно появляется на свет свыше 6 тысяч малышей. В день это от 15 до 30 новорожденных. Сейчас специалисты Видновского перинатального центра выхаживают малышей весом менее килограмма, что еще недавно казалось невозможным. Поэтому неудивительно, что именно сюда стремятся попасть беременные женщины со всего Подмосковья. Рождение ребенка – это всегда радость. Это всегда положительные эмоции, которые доставляют радость не только материам, но и нам. У нас внедрены в работу все современные методы. Поэтому я считаю, что мы на уровне. И это доказывает наши вначале первые, вторые, третьи места в перекличках перинатальных центров России. Недавно учреждение отметило юбилей – 35 лет с момента основания. Поздравить сотрудников центра с этим знаменательным событием в историко-культурный центр пришли представители администрации и депутатского корпуса. Наш перинатальный центр всегда в Московской области выбирается мамами первой. Я думаю, нам надо в перспективе пожелать всем, так сказать, в Новый год заполучить еще помещение, такое роскошное, красивое, чтобы все желающие мамы имели такую возможность. Вы стоите в ростов возрождения человека из Унисска. Сейчас в перинатальном центре трудится более 500 человек, и многие из них работают в учреждении с самого открытия. Они гордятся своей профессией, своим коллективом, своими успехами. Это не только профессия, это мой образ жизни. За это я ее люблю. Мы стоим у истока жизни. Я свою жизнь посвятил только гинекологии. Женщина может родить, она может еще и заболеть. И мы стараемся максимально профессионально помочь ей. Вся медицинская техника на высоком уровне, аппаратура. Малыши вынашиваются с низкой массой тела. Мы на высоком уровне по всей России. Мы гордимся. Коллектив очень сплаченный, благодаря руководителю нашему. Сейчас выживают детки, и с хорошим исходом начинают 500 грамм. И, в общем-то, нужно отдать должное нашим неонатологам реанимационной службе, которые действительно творят чудеса. Наиболее отличившиеся в профессии медики, а также те, кто проработал в Видновском перинатальном центре всю жизнь, были награждены в этот день почетными грамотами и памятными подарками. А теплые слова поздравлений чередовались с музыкальными и танцевальными номерами. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. У пожарных и спасателей каникул не бывает. Работа у них такая – оберегать всех жителей округа, даже пока те отдыхают в новогодние праздники. За доблестный труд тех, кто выбрал профессию смелых, наградили почетными грамотами главы Ленинского городского округа. Подробности в репортаже Юлия Поготьян. Пусть ваше мужество, доблесть, бескорыстное стремление помочь и спасти попавших в беду людей всегда вознаграждается их признанием и благодарностью. С этих слов свое выступление перед сотрудниками 28-й пожарно-спасательной части города Видное начал заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин, который отметил, что за прошедший год личный состав гарнизона порядка двух тысяч раз выезжал на происшествия, потушил более 400 пожаров, провел почти 300 спасательных операций. За вами, на вас можно положиться и все будет в нашей жизни, мирной жизни, скажем так, спокойно. Труд каждого по отдельности невозможно переоценить. Это командная работа. Об этом говорили на торжественном вручении почетных грамот и благодарственных писем от главы Ленинского округа и от Совета депутатов муниципалитета. Гордость переполняет, да, действительно, за то, что вы есть, за то, что вы всегда на передовой, всегда в самый ответственный момент, ваша служба всегда рядом. Почетную грамоту вручили и начальнику 28-й пожарно-спасательной части города Видное Александру Сотникову. То, что меня отметили этой благодарностью, мне очень приятно. То есть и стоят мне определенные рамки, за которые я не должен опускаться, а расти только вперед и вверх. Александр Сотников выразил благодарность администрации округа и Совету депутатов за поддержку и развитие инфраструктуры муниципалитета для комфортной работы сотрудников МЧС. Юлия Погайсян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Участники клуба «Золотая осень» поселка совхоза имени Ленина побывали на концерте лауреата международных и российских конкурсов преподавателя Академии музыки имени Гнесиных Павла Уханова. Мероприятие прошло в рамках реализации губернаторской программы «Активное долголетие». Муниципальный центр культуры поселка совхоза имени Ленина уже давно сотрудничает с клубом «Золотая осень» и организовывает для людей пожилого возраста различные мероприятия. И вот новая поездка – концерт в стенах Всемирно известной Академии имени Гнесиных. Вместе с участниками клуба «Золотая осень» концерт посетили и сотрудники муниципального центра культуры. Тем более, что в Гнесинке учатся несколько преподавателей центра. Замечательный, прекрасный концерт. Очень сильно понравилось, что стали вводить, скажем так, для интереса молодежи, вот «Гармонь драйв» было прекрасно. Этот оркестр тоже там, Ксюшу нашу мы слышали, Дашу нашу мы видели. Кроме лауреата международных и российских конкурсов Павла Уханова в концерте приняли участие оркестр национальных инструментов под руководством Виктора Малярова и ансамбль «Гармонь драйв». Я желаю, чтобы творческие люди у нас больше были, и чтобы мы чаще в память встречались на этих праздничных концертах. Коллектив муниципального центра культуры уже готовит новую поездку, но куда – пока секрет. В Ленинском городском округе состоялась ежегодная благотворительная семейная ралли «Батя-2022». В этом году спортивное мероприятие проходило уже в десятый раз. В нем приняли участие более 300 человек. Подробнее в нашем сюжете. По традиции участники авторалли «Батя» стартовали с Поклонной горы в Москве. Прямо перед заездом гонщики получили маршрутную карту. В этом году в спортивном мероприятии принял участие 61 семейный экипаж. Ралли проходят по настоящим взрослым правилам. Они немножко упрощены для понимания, для новичков. Но тем не менее, ралли – это не гонка по Москве, и это никто быстрее из пункта А в пункт Б. Правила ралли написаны на трех страничках в дорожной книге, и экипаж, приехав на старт, получает дорожную книгу. Организатор юбилейного, уже десятого по счету ралли, основатель православного журнала «Батя», благочинный церквей Видновского округа, священник Дмитрий Березин. У нас участвуют семьи, семейные экипажи, главные требования на своих машинах. Участие для семьи бесплатное. Первая часть – это настоящее авторалли. Это не гонка, это соревнование на точность прохождения дистанции, на точность определения расстояний и так далее. И дети с 12 до 16 лет могут быть штурманами настоящими, и у них отдельная образовая категория. Владимир Евтеев впервые с семьей принял участие во авторалли. Штурманом была старшая дочь Арина, а младший сын отвечал на вопросы викторины. Великолепный отдых в эти выходные. Детям очень понравилось. Это несложно, это интересно. Дети запомнили, я думаю, что надолго. Очень здорово, очень интересно. Прекрасное место финиша, замечательный отдых для всей семьи. И я очень надеюсь, что Арина, которая сегодня попробовала себя в роли штурмана, найдет для себя в этом какое-то продолжение. Помимо начинающих автогонщиков соревновались и профессионалы. Среди них многократный чемпион России, участник трех ралли «Париж-Дакар» Виктор Воликов со своей семьей. Самое главное, что это прекрасный семейный формат. То есть есть пилот, который следит за дорогой, есть штурм, который следит за легендой, есть третий член экипажа, который отвечает на дополнительные всякие викторины. Поэтому это такое прекрасное, расслабленное и при этом очень занимательное и, я бы даже сказал, азартное времяпрепровождение. У нас штурманом был ребенок, правда он уже взрослый, ему 25, но он первый раз штурманил, и для него это было новое. А сзади сидела еще наша мелкая дочка, 11 лет. Финишировали команды в рыболовной усадьбе «Остров». Здесь прошла и церемония награждения победителей. Призов на семейные гонки много. Кроме первого, второго и третьего мест, награды получили и другие, особо отличившиеся участники авторалли. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Любители экстремальных видов спорта в новогодние каникулы ждал настоящий подарок. В муниципалитете стартовал новый сезон соревнований по мотокроссу и гонкам на выживание. На трассе «Казачий дозор» побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки прошел большой спортивный праздник. Здесь состоялось открытие нового сезона соревнований по техническим видам спорта – мотокроссу и гонкам на выживание. Я желаю всем спортсменам хороших стартов, удачных стартов, ну и победных финишей. А самое главное, чтобы все остались целы, невредимы, живы, здоровы. Участие в состязаниях по мотокроссу – это настоящая командная работа. Кроме самих гонщиков, немаловажную роль играют механики, которые готовят байки к гонкам. Заезды были разделены по возрастным категориям – объему двигателя, по наличию или отсутствию шипов на колесах. Я занимаюсь уже 4 года в целом. И вот, получается, были тренировки после Нового года. Каждый день, три дня подряд здесь тренировался. На старт вышли как гонщики, которые тренируются на этой трассе, так и гости Ленинского городского округа. Всего около 120 спортсменов. С каждым годом соревнования становятся все более масштабными и проходят при поддержке администрации муниципалитета. Здесь помимо ежегодных мотокроссов в честь Рождества проходят просто этапы чемпионата России по питбайку. И в этом году будет несколько этапов проходить у нас на территории, потому что наша трасса считается одной из самых лучших в Московской области. Все стремятся здесь погонять. Вблизи с кроссовой трассой проходили соревнования по гонкам на выживание. Среди 13 пилотов были многократные победители и призеры, что обещало интересную борьбу за победу. Спортсменам предстояло совершить три заезда по шесть кругов, по результатам которых сильнейшие вышли в финал. Мы набираем сейчас очки. Там надо попасть, я так понимаю, в восемь. Первые восемь попадают в финал, и в финале мы уже выстраиваемся по мере занятого места, и два круга, последний выбывает. Константин Колобков был одним из фаворитов соревнований. Его постоянный соперник на трассе Антон Рыжиков из Новомосковска. В этом виде спорта он с 2009 года. В современных, скажем так, реалиях, я думаю, что это самое демократичное по деньгам, по применению себя. Потому что ты можешь не только ездить, но еще и конструировать. Гонки на выживание всегда собирают большое количество зрителей. Машины проезжают буквально в считанных десятках метров, а это по-настоящему захватывает дух. Первый раз мы смотрим такое зрелище. Холодно, но красиво. По итогам соревнований первое место занял Даниил Соколов из Домодедова, а Константин Колобков и Антон Рыжиков – второе и третье места соответственно. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.